В этом ролике я вам расскажу очень полезные функции видеосъемки, реализованные в вашей фотокамере. Этот ролик продолжит серию обучающих клипов по легкому и удобному использованию вашей фотокамеры. Зачастую в нашей жизни бывают моменты, которые тяжело запечатлеть на фотографии. Именно поэтому в вашем фотоаппарате есть режим видеосъемки. Он позволит вам запечатлеть интересные и неожиданные события, которые происходят с вами на улице. Или долгожданные и памятные моменты, например, первые шаги вашего ребенка. Именно такие видеозаписи вы будете просматривать на большом экране в кругу семьи. Другие видеозаписи вам захочется загрузить в сеть интернет, чтобы поделиться с вашими друзьями. Ваша фотокамера может снимать от качества VGA, которое хорошо подходит для загрузки в сеть интернет, до качества высокой четкости, которая вам позволит сохранить все детали и просматривать такое видео на телевизоре с большой диагональю. Чем они отличаются? Давайте посмотрим на примере. На примере слева – качество VGA. Оно лучше подходит для загрузки в сеть интернет. На примере справа – качество высокой четкости. Такое видео лучше просматривать на телевизорах с большой диагональю. В режиме видеосъемки вы можете изменять качество изображения. Для этого вам необходимо зайти в меню, выбрать пункт «Размер изображения» и найти вкладку «Видео. Размер изображения». Доступны несколько вариантов. От качества VGA до качества высокой четкости. Свой выбор вы подтверждаете нажатием на центральную кнопку управления. Настройка камеры завершена. Вы получите больше удовольствия от просмотра ваших видеороликов, следуя простым правилам во время видеозаписи. Старайтесь снимать со штатива или с любой другой устойчивой поверхности, для того, чтобы у вас получилась более плавная картинка, как показано на примере снизу. Старайтесь чередовать планы и снимать небольшими отрезками, для того, чтобы ваше видео смотрелось более динамично. Также вы можете просматривать отснятые вами ролики в программе Picture Motion Browser. Это программа, которая идет в комплекте с вашим фотоаппаратом. Еще вы с легкостью в ней можете редактировать видео. Но об этом в следующем ролике. Всего вам доброго!